Антонатальная гибель плода в 27 недель беременности. Причины нет. Антифосфолипидный синдром исключили, весь ребенок был в норме. Из полиморфизмов я просто добавил здесь, потому что здесь ПАИ-1, 5G, 4G, метилен-тетрогидрофалат-редуктаза в позиции 677CT, гетерозиготная форма, фактор 7 – гетерозиготная форма, гетерозиготная форма метионинсинтаза-редуктаза, гомозиготная форма адгентензин-конвертирующего фермента и гетерозиготная форма метилен-тетрогидрофалат-редуктаза в позиции 1298. И у ребенка были только в максимальной фаланге пальцев на руках и ногах, почему фаланг пальцев может не хватать. Я думаю, что здесь этот вопрос распадается на две вещи. Что могло быть причиной антинатальной смерти плода, если исключить генетические синдромы? Из всего этого, обратите внимание, ДД – гомозиготный вариант ангиотензин-конвертирующего фермента. Это может быть ассоциировано с повышением риска рождения ребенка, антинатальной смерти плода. И здесь нужно начинать прием тромбоаса в дозировке не меньше 100 мг, начиная с самых первых недель беременности. Лучше даже на этапе подготовки к беременности. И уже по показаниям добавлять, возможно, препараты гепаринового ряда. Остальные эти полиморфизмы ни о чем плохом всерьез не говорят. Потому что вот этот ПАИ-1, 5G, 4G – это больше 50% населения. То есть, если бы еще была какая-то гомозиготность, еще можно было бы о чем-то говорить. Что касается генов метиленто-адрагидофолат-редуктазофолатного статуса, здесь это все пустяки. То есть, добавление обычных профилактических доз фолиевой кислоты обеспечит нормальное. Фактор 7 носит защитный характер в общем-то в таком варианте. То есть, ничего такого здесь нет, кроме вот этого гомозиготной формы ангиотензин-конвертирующего фермента. И у ребенка только были не фраксимальные, а проксимальные. То есть, самые ближние к кисти фаланги пальцев. И здесь, конечно, я хотел бы вас отослать. То есть, это называется брадидоктилия. И вот есть статья, которая есть в свободном доступе. Называется «Изолированная и синдромная бракидоктилия. Диагностическое значение рентгена кистей рук». В данном случае это применимо к рентгену. Но, в общем-то, здесь очень хорошо описывается патогенез. И возможны те проблемы, когда такие ситуации возникают. И вот обратите внимание, в данном случае отсутствовали вот эти дистальные фаланги пальцев. Поэтому это тип А1, или тип А4, или тип Б. То есть, вот эти типы, когда отсутствуют или изменены вот эти фаланги. И это связано с определенной симптоматикой. То есть, может быть изолирована, и здесь есть своя генетика. И может носить синдромный характер, в частности, при синдроме Шерешевского-Тернера 45Х0, либо при так называемом синдроме Олбрайта. Поэтому я здесь советую вам распечатать вот эту статью, ссылку, которую вы можете посмотреть на сайте. Я еще раз говорю, что эта статья открытая, в открытом доступе. Очень хорошая, системная и обзорная. И здесь нужна консультация генетика. Возможно, потребуется генетическое обследование вас или вашего супруга, или, если это пишет врач, то тогда соответственно, самой пациентке, у которой так трагически закончилась беременность, и у ее мужа. Нужна консультация генетика, и, возможно, потребуется какое-то дополнительное исследование, потому что участки ДНК, вернее, участки генома, которые участвуют в так называемых глушащих, сайленсинг, мутациях, которые могут выключать гены, которые отвечают за формирование фаланг пальцев, эти локусы достаточно хорошо изучены. Поэтому, если есть материал плода, допустим, замороженные кусочки ткани плода, ребенка вернее, то их можно использовать для того, чтобы можно было провести микроматричный анализ и посмотреть полногеномный, для того, чтобы исключить какие-то частые или редкие генетические предрасположенности. Для того, чтобы было понятно, это спорадическое, просто случайно возникшее состояние, либо же состояние, которое может повториться. То есть, ответ на этот вопрос должен дать генетик. И уже с заключением генетика нужно прийти на прием к врачу-акушерогинекологу. Планирование беременности нужно обязательно вести с учетом этой гомозиготной формы ангиотензин-конвертирующего фермента. Главное лечение – это низкодозированный аспирин, но только начать он должен быть как можно раньше. Если раньше начать, тогда практически все эти вещи, которые связаны с нарушением развития такой беременности, будут резко исключены. Во время самой беременности очень важно будет следить за ключевыми этапами. Первый этап – это восемь недель. Мы оцениваем состояние плода, исключаем факторы, которые могут давать остановки развития в первом триместре. Если плод проходит первое триместр, то очень важен скрининг первого триместра. И там, в скрининге первого триместра, это сочетание ультразвуковой диагностики и анализа так называемых плацентарного фактора роста, плацентарного фактора роста и ПАП-А – это два компонента скрининга первого триместра беременности. Если они хорошие, то вероятность повторения такой ситуации, связанной с особенностями делеции по ангиотензин к конвертирующему ферменту будет очень-очень маленькая. И потом также существуют определенные алгоритмы наблюдения за прибавкой высоты дна матки. Должно проводиться уже во второй половине беременности более тщательное доплерометрическое наблюдение за и фетометрическое наблюдение за состоянием плода. И тогда, если идти современным образом по такому пути комплексного наблюдения, вероятность повторения антинатальной смерти плода, не связанной с рожденными генетическими синдромами, будет снижена процентов на 90, может быть, даже на 95. Поэтому, в принципе, если речь не идет о генетике, которая могла принять участие в том, что произошла антинатальная смерть плода, в частности, синдром Шерешевского-Тернера, который может предрасполагать к этому, то тогда прогноз здесь вполне благоприятный. Но самое сложное – это все-таки обратить внимание на эти фаланги пальцев, на их отсутствие и провести соответствующее генетическое исследование. Возможно, оно не покажет ничего, возможно, что какое-то было воздействие в неблагоприятные сроки, когда плодик столкнулся с действием тератогена, который подействовал на тех сроках, когда шло формирование кистей рук или сбил каким-то образом вот эту сложную программу, разворачивающуюся формирование ребенка. То есть, возможно, что ничего не будет обнаружено тогда, и не нужно ничего наблюдать. Но возможно, что что-то будет обнаружено, и тогда здесь уже существует тоже своя методика наблюдения, своя методика предимплантационной диагностики, пренатальной диагностики и так далее. Я думаю, что в целом, скорее всего, здесь прогноз у вас… Да, и безусловно, генетик соберет анамнез у вас, у вашего мужа. То есть нужно разобраться в целом со всем генеалогическим деревом вашей семьи и по линии мужа, и по линии жены. Поэтому вот я бы рекомендовал начать это все с консультацией генетика. И желательно, поскольку, может быть, врач не может сходу просто дать ссылку на эту статью, потому что она действительно очень-очень хорошая и очень хорошо обзорно рассказывает об этих вещах.